Хорошо, когда есть гараж. Можно и машину поставить, и ненужные вещи из дома вынести, или хранить консервированные заготовки. Но все эти опции исчезают, если вокруг гаража стоят нечистоты. Такие мутные озера с характерным запахом окружили гаражи на пересечении улиц Шевченко и Монтажный. Сообщения о затопляемых канализации помещениях появились в одном из пабликов в соцсетях. По словам местного жителя, такие инциденты происходят уже не в первый раз. Шевченко Монтажный четвертый раз затапливает гаражи канализации. В гараже все в воде. Погреб в воде. Вон неимоверная стоит. Три раза звонили после каждого разлива. Ничего не делает водоканал. Говорят, вашей заявки нет. Собственники гаражей испытывают неудобства не только от регулярности прорывов, но и от того, как долго их содержимое остается на поверхности. Начался дней пять назад. Сначала начался он оттуда сверху, сюда не доходило. И потом начал топить гаражи. Вот, соответственно, вонь, запах. Мужчине повезло. Его гараж расположен выше пути нечистот и остался сухим. Кого-то прям затопило внутри гаража. Кого-то затопило, да. Вот некоторые гаражи полностью. Там, получается, затекло. Тот же запах остался и уже просто не выветрошит все. Сотрудники водоканала уже начали ликвидацию последствий порыва. Они прояснили, что часто такие аварии происходят из-за уменьшения проходимости канализационных сетей. В результате сбрасывания в них мусора. Если такое случилось, нужно обратиться в водоканал. Звонит в диспетчерскую, диспетчерская реагирует. Ребята наши выезжают, устраняют порыв. То есть все как быстро-быстро. Работа на этом участке будет завершена после полного его высыхания. Территория подсохнет, дезинфекцию сделаем, пройдем, все будет нормально. Для того, чтобы подобные случаи не повторялись, сотрудники Альметьевского водоканала убедительно просят жителей Нефтеграда воздержаться от выбрасывания мусора и непредназначенных отходов в канализационную систему. Елена Баур, Антон Николаев, Новости Юго-Востока.